итак bose frames alto и именно это я считаю главным минусом этих очков ну в общем то на этом и все я чувствую что я сделал много ладно погнал домой уже таня звонила волнуется где вот смотрите собрала я полку которая купила показывала давай вообще никакая вся какая-то царапанная ну не знаю я буду сашу вернуть но сегодня думаю так куплю корзины хотя бы временно размещу а то посмотрим короче купила корзина и никогда не обещается ну что-то начнем тест всем привет ваше здоровье вода сегодня мы с вами поговорим о воде о питьевой воде в германии по просьбам наших дорогих подписчиков я все-таки решил мы стали решили заснять этот тест и показать вам какого качества питьевая вода у нас в германии но нельзя говорить о всей германии будем говорить о нашем городе город ахен норд район вестфален и так для теста нам понадобится вообще как измеряется качество воды качество воды качество воды измеряется пи пи мами я не знаю это единица какая-то и как это обозначение в общем для этого есть специальный тестер вот такого-то у меня он в руках тестер пи пи м а он замеряет минерализацию воды там какие-то частицы на миллион я что-то пытался в интернете вычитать ни хрена об этом не понял абсолютно да но я знаю что именно им можно определить качество воды я сейчас попытаюсь вспомнить характеристики если пи пи м вашей воде составляет там до пятидесяти единиц это считается супер вода которая прошла какую-то многоуровневую очистку ну блин это просто мега да то что от пятидесяти до старт я сейчас посмотрю подождите итак судя по тому что я нашел в интернете здесь написано следующее значение до пятидесяти пи пи м это идеальная питьевая вода в скобках написано что обычно бывает такой пройдя многоуровневую очистку многоуровневую очистку второе значение это от пятидесяти до 170 пи 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 это приемлемая вода обычно бывает такой послеугольного фильтра или это горная вода соответственно можно сделать выводы что все что допить и 5 это идеальная вода ну то есть этого вот идеально до значения все что до 170 это приемлемо это приемлемо все что выше 180 вну можно сделать improvements то это уже не очень хорошая вода и и 5 соответственно не желательно Ну что ж, сегодня для теста Мы сделаем Мы сделаем, наверное, 4 теста, я так понимаю Что я Первый тест, это будет вода из крана Самая обычная наша вода Из крана Второй тест будет, это дешевая вода В магазине Это, наверное, одна из самых бюджетных Вот Вот так она выглядит Ни реклама, ни чего И более или менее Более или менее Я даже не знаю, по ценовому Средняя, наверное, это не самая дорогая Это средняя вода, может быть, даже одна из лучших Но она дорогая, по сути, наверное Для простых людей, мне кажется, редко покупают Ну, если я не покупал Такую воду никогда, обычно Обходился вот такой, если покупал Ну, плюс-минус такой Мы хотели протестировать другую воду Но мы ее, к сожалению, не нашли В магазине Вчера мы заезжали Сегодня магазин закрытый Поэтому будем уходить с этим И четвертое Мы протестируем воду из нашего водофильтра Который, как вы знаете, мы недавно установили И посмотрим, в чем вообще разница И есть ли она Так что, погнали Итак, четыре стаканчика Раз, два, три, четыре Первым делом мы наберем воду из крана Где мой тестер Итак, тестер Будем тестировать Здесь все просто Есть тестерные Я даже не знаю, как это назвать Контакты Включение-выключение Shift Здесь просто можно выставлять Разные значения в плане Температуру, там еще что-то Ну и задержать Ты опустил Нажал hold И она как бы фиксирует То значение, которое было Так что Погнали Первая вода у нас Из-под крана Вообще у нас в Германии Считается Вода из-под крана питьевой Ну, по крайней мере, у нас здесь Вот где мы живем Вода Ну, она неплохая На самом деле Многие пьют ее из крана Даже вообще не запариваются И по вкусу Она на самом деле неплохая Нет у нее ощущения Какой-то хлорки И ничего лишнего И дискомфорта не вызывает Но у нас есть некая привычка Еще, наверное, с Прибалтики Да, когда мы просто покупали Всегда питьевую воду в бутылках И таскали ее пачками домой И эта привычка перекочевала Вместе с нами сюда в Германию И здесь мы делаем ровно то же самое Делали все это ровно то же самое Пока не приобрели вот Такой фильтр Ну, до этого у нас был еще один фильтр Простой Но, как бы да Как бы да Но это отдельная история Итак, ладно Мы его включаем Так, температура у нас Даже есть здесь в Цельсиях И значение PPM Видно вам или нет Но вот примерно так это выглядит И что ж Опускаем воду Примерно до Наверное, вот так где-то Это наша вода Из-под крана Может так вот Немножко поболтать И нажимаем Hold Итак, значение Значение 500 Ой, 157 То есть вода в границах Да, то есть до 170 Это вот я о чем и говорил Что вполне себе допустимая вода Ее, в принципе, ее можно пить Если ты сильно не заморачиваешься И вода вот 26,4 градуса Цельсия Не знаю, для чего я так говорю В принципе, какая разница Ну Вот 157 Запоминаем цифру Блин, замечательная вода Можно прямо вот выпить Ну Да Мне, конечно, она показалась Сейчас невкусной Потому что я уже привык К другой воде Но, в принципе, наверное, приемлемо Стакан убираем Желательно, чтобы стаканчики были Всегда, каждый раз новые Для теста Чтобы они не смешивались С той водой Давайте я уберу сюда Следующая у нас на тесте Бутылочка с водой От Я Так, я дам тест артане Чтобы она его протерла Тряпочкой А мы пока нальем Открываю привас Новая Новая упаковочка Все под чесноку Итак Самая дешевая вода в магазине Сколько же она покажет Так Взбиваем Внимание Пишите в ваши комментарии Какое значение будет у этой воды Даже самому интересно Три, два, один Погнали Поболтаем 440 Я видел самое большое 430 я успел зафиксировать Ну, мне кажется Комментарии вообще излишни Да? В шоке Вообще 430 ппм Я даже не называл Таких цифр По статистике Потому что это считается Вода Непригодная К питью А ты приколи Ты платишь деньги, таскаешь Да Ты носишь пачки Эту воду домой Думаешь, что ты пьешь чистую воду А это по сути Я даже пробовать не буду Я даже вообще Фу Мы раньше пили Блин, я реально раньше ее пил Офигеть 440 ппм Ребят, я не хочу Кому-то делать антирекламу Делайте выводы сами Это просто тест Не пишите мне Из фирмы Я Что я вас тут Что-то тут Оклеветал Тестер есть тестер Тест непредвзятый Итак, следующее у нас Это вода Фольвик Я не знаю По ценовой категории Насколько она дороже Чем вот эта Раза в три, наверное Раза в три дороже, да? Сухой стакан Блин У меня же, знаешь У меня же что-то Мурашки пробежали По коже У тебя нет? Прям реально Я не ожидал Я думал, там будет Может 200 с чем-то Но я не ожидал, что так много Так, ладно Вольвик Вольвик говорят в Германии Буква В Мне как ФАЛ Кто не знал Так что обнуляем Ой, выключил Включил Все По нулям Ну давайте Здесь напишем Ваши комментарии Ставьте на паузу И пишите Как вы считаете Какое значение Будет у воды Вольвик Которая в три раза Дороже Той предыдущей Понимали? Три Два Один 143 143 Самое большое 142 142 Сколько у нас было в кране? Практически Как из-под крана То есть Это практически Вода из-под крана У нас, да? Это реально Ну хорошая вода Ну реально Если сравнить вот с этим Вода реально в три раза лучше Кстати Так что Вы покупаете Суть такая бутылочка стоит Ты не помнишь? Я не буду врать Мне кажется Около 50 центов У нее этот чек был 50 центов стоит Вот такая маленькая Бутылочка в пол-литра Тебе в день Нужно таких выпивать Четыре или пять Пять бутылочек, да? Ну то есть 2.50 в день Ты должен отдавать За воду из-под крана Но с надписью Фольвик Купленную в магазине Если у тебя нет возможности Реально попить И тебе нужно попить Но более-менее Качественную воду Конечно в таком случае Ее можно брать и пить Если у тебя нет Ближайшего где-то Крана под рукой Хотя мне кажется Проще забежать к соседям И сказать Дайте мне водички просто И будет то же самое Ну по крайней мере Вот у нас в городе Я не знаю Ребята В каждом городе Может быть по-своему В каждом регионе Это мы говорим Про наш регион Замечательно Эту воду даже можно попить То есть по вкусу Она чуть-чуть вкуснее Чем из-под крана Ну по вкусу Да? Ну хотя бы Качество такая уже Замечательно Убираем в сторону И у нас остался Последний Чистый Стаканчик И тестирует Мы будем Из нашего водофильтра Реально интересно Потому что мы сами Даже не замеряли Да Мы только при вас Поскрыли Сейчас будет 300 400 400 или 500 Пипец Короче Ну в общем Здесь все просто Он сейчас выключен Он сам выходит Спящий режим Мы будем набирать Воду Комнатной температуры Вообще Он обычно выдает 200 миллиграмм Но здесь как бы Стакан На меньшее количество Поэтому нужно Останавливать Самому А в принципе Останавливается Автоматически Ладно Погнали Ты вытелал Итак Сбрасываем Нет Так Сбрасываем Нет Подожди Выключи Включи Ладно Выключу Включи ППМ А Тут по Фаренгейту Сейчас у меня встало Подожди Какая разница Устинградзора В Цельси Что тебе требует Тоже хочется Вобили заодно Все Все по нулям Все по нулям Тестируем Блин Че-то же как-то Потрюсевый Давай Взяли ли мы его Правильно или нет Ладно Погнали Три Два Один Нифигаси Смотри Все Больше не выдает Фиксируем Без комментариев Да 0 22 0 0 22 То есть Блин Это вообще Это слеза Это просто Блин Роса Вот Стравы Мне кажется Роса Она самая Не такая чистая Как принято говорить Но это вообще Вообще Я такой довольный Прикольно Смотри 022 Офигеть Офигеть Ну что ж Ребята Вот таким вот Был тест Все не предвзято Мне жалко Что бы мы не купили Ту дорогую воду Я бы даже Для теста Хотел узнать Может попозже купим В ближайшем магазине Не было Это знаете Которая Воз Или Фост Как она правильно считается Которая 2 евро За пол литра Стоит 2 евро За такую бутылочку Не 50 центов Как за эту А 2 евро Вот прям интересно Слушай По сути Можно здесь Фильтровать И продавать По 2 евро Бутылочку А может даже И по 3 Дети Тестировать Блин Офигенно Таня хочет Замариновать Сейчас курочку С собой Знаешь Что проблема Вот в Латвии Не знаю Как в России Там или еще Где-то Продают Курей Более Общипанных Либо они Обсмаливают Так если на гриле Они все равно горят Да Но мне смущает Вот эти вот Остатки перьев В общем Я хотела делать Как обычно Для духовки Я вчера купила Крылышки Я показывала Если не показывала Сейчас покажу Каким соусом Я для духовки Мариную Покупные Вот таким вот Обычно я мариную Я покупаю его В РВ Мне кажется Он есть тоже И в Кауфландии Но Саша Мне сказал Что на гриле Будет гореть Если я им замариную Я предполагаю Что будет гореть Я нашла сейчас В интернете Рецепт Крылышек на гриле Там кстати В рецепте Саша Был тоже мед Не будет гореть? Мед Может быть будет Даже сахар Ну без сахара Это рецепт Для гриля Да попробуем Черт его знает Ну курочка По идее Готовится быстро А может она не успеет Сильно подгореть В общем буду делать Как всегда на глаз Потому что Белая луковица У меня была только одна Я думаю Две-три Точно можно было бы Остальной Почему-то у нас В доме красный лук В общем чеснок Тоже сюда С грибу давай Мелкая соль Солим Раз Два Нормально? Добавим Каких-нибудь Сухих травок И сейчас Я буду делать Соус В общем Нам понадобится Горчица В идеале Зернистая Но у меня Какая была Соевый соус Лимончик Женачатый И мед Вот так У меня там Лучок Чесночок Приправки Просто Травки сухие Соль Перец Сейчас надо Чуть-чуть Это помять Чтоб лук Дал сок Лука Конечно Маловато Но у меня Больше Не оказалось Почему-то Кстати У нас на даче Есть лук В общем Для соуса Нам нужно Соевый соус Для соуса Соус Кстати Растительное масло Забыла Или оливковое Даже лучше Добавлю Да У нас же есть Можно шикануть Тут я тоже Буду делать Все на глаз Потому что Потому что Аня готовит На глаз Потому что Я готов на глаз Не повторяйте Этого дома Пока не узнаете Как получилось Соевый соус Сюда мы Добавим Мед Раз И горчичку Сейчас мне дай Другую ложку Потому что Тут все в меде Тебе говорит Ассистент Ассистент Ложку Вообще Зернистое Оно не такая Острая Это поострее Может можно было И поменьше Ладно Теперь сюда Нужно Саша Отжать С мне сок Лимоновый Ассистент Вот лимон Лимоновый А лимонный Мне надо Лимоновый Но отожми Хотя бы Ладно Какую? Оба? Нет Одну Любую Только без косточек Пожалуйста Не на меня А в тарелках Что-то у меня Не сильно Хорошо размешалось Наливаем сюда Смотрится Как-то не очень Аппетитно Не важно Перемешиваем Хорошенечко Пускай оно так Постоит Часика Полтора Два Невкусная горчица? Это вообще не горчица И чё только нет Но вроде как Жарится Курочка Ну как Кто-нибудь попробовал Сой вам соусе? Это у нас в гостях Моя мама Но я её не снимаю Потому что она у нас Как ты? За кадром За кадром Голос за кадром Хороший соус получился Да Соленый подавочин Нормально? Нормально? Не знаю Ребята Ну вы потерпите Неизбежности Дачной жизни А ещё Таня сделала Ты не показывала Как ты его делала? Ну сюда я его делаю Ну такой вот соус белый Для Курочки Там что-то там Не знаю Чеснок Сметана Майонез Зелень Короче диетически всё Так Мы взяли с собой тест Сейчас покушаем И затестируем Воду на даче Кстати у нас ещё Фильтр здесь Наш Брита Брита Который был дома Раньше Наш старый фильтр Попробуем Наверное С ним сравнить Сырая И отфильтрованная Через эту Бриту Какая разница Хотя там надо Фильтр поменять Он был Нормальный Нормальный Сейчас